Как гласит известное изречение, вода – источник жизни и здоровья. Но что, если вода, которую мы употребляем, не подходит для этих целей, а альтернативы нет? Так живут в поселке Бугрино. Буквально до недавнего времени вопрос обеспечения населения островного поселка чистой питьевой водой казался нерешаемым вовсе. Однако ситуация изменилась. Подробности у Екатерины Дементьевой. Вопрос с питьевой водой в поселке Бугрино стоит очень остро. Зимой люди пилят лед и хранят талую воду в емкостях. Ну а летом не остается ничего иного, как набрать воду из местного ручья. Однако такую воду назвать питьевой очень сложно. Поселок никогда не обеспечивался чистой питьевой водой. Сейчас некоторые жители Бугрино пользуются бытовыми фильтрами для очистки воды. Но это не спасает. Содержание железа превышает нормы в несколько раз и, естественно, бьет по здоровью. Не обеспеченной питьевой водой также ни школа-сад, ни пекарня. Есть дамба искусственная, это стекающая вода во время дождей. Накапливается искусственная дамба, которую раньше поддерживали. Вода накопилась, в течение лета ее берут. Назвать, что она питьевая, практически невозможно. Раньше уходили путем, это трубопровод шел вдоль всего поселения. В три части поселка подавалась как техническая вода. На период лета, это в бане, там большая часть населения не скроет. Она и пьет эту воду практически такую, какая есть. Когда-то в поселке планировалось построить небольшое здание очистных сооружений для очистки воды, забираемой из дамбы. Хотели проложить ветки трубопровода вдоль домов, чтобы в летний период люди могли получать очищенную воду прямо из крана. Но проект не был реализован. Позже было принято решение построить блочную водоподготовительную установку. Сейчас на объекте кипит работа. Будет приемная емкость. Вода привозится сюда, проходит технологическую очистку воды на фильтрах обезжелезащих, сорбционных фильтрах. Дозируется реагент, соответственно, весь процесс не буду объяснять. Вода проходит технологическую очистку, накапливается во второй емкости расходной, чистой воды. Будет просто колонка раздачи воды, люди подходят. У кого есть договора на поставку, подходят, нажимают кнопку, набирают воду. В принципе, у людей будет чистая вода. Добавлю, работы должны быть выполнены до 30 сентября текущего года.